Дерта Геспильгель, Германия, что означает договоренность между Украиной и Россией. Клауди Афон Зальцен. Дерта Геспильгель, Германия. 4 октября 2019 года. Спустя годы и тишины произошло движение в украинском конфликте, о давно ожидавшемся прогрессе говорит министр иностранных дел Германии Хайкомаас, СДПГ. Теперь открыт путь к встрече на высшем уровне лидеров Украины, России, Германии и Франции. Ранее представители правительств Киеве и Москве одобрили очередность следующих шагов в мирном процессе. Саммит может состояться уже в ближайшие недели. Такой встречи не было с 2016 года. На востоке Украины с 2014 года сепаратисты и их российские сторонники ведут войну против украинской армии. В начале сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией, что пробудило новые надежды на мир. Ранее последовательность шагов в мирном процессе была неясной. Одна из причин этого заключалась в том, что не было зафиксировано, в какой последовательности должны выполняться отдельные договоренности. На это и направлена формула Штайнмайера. Она предполагает, что территории сепаратистов в день проведения там выборов в соответствии с украинской конституцией, должны получить временный особый статус. И только после того, как ОБСЕ классифицирует проведенные выборы как свободные и честные, территории сепаратистов получат постоянный особый статус. Официально договоренность была достигнута во вторник в ходе встречи трехсторонней контактной группы в Минске, в которую входит Украина, Россия и ОБСЕ. Со стороны Украины документ подписал бывший президент Леонид Кучма, от России, бывший министр внутренних дел и экс-спикер Госдумы Борис Грызлов. Соглашение одобрили также представители территории сепаратистов. Критики на Украине предостерегают от слишком больших уступок, но решение было в общем-то подготовлено внешнеполитическими советниками федерального канцлера Ангела Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона, которые на встрече 11 сентября с коллегами из Киева и Москвы договорились о том, чтобы рекомендовать контактной группе принять формулу Штайнмайера. Меркель и Макрон на протяжении последних недель планируют организовать новый саммит по Украине, но Москва, по всей видимости, поставила в качестве условия такой встречи уступку со стороны Украины. Эта договоренность вызывает надежды на мирный процесс, но в ее деталях могут таиться разные трактовки. Так, остается неясным, когда российские бойцы будут выведены из Донбасса и когда сепаратисты разоружатся. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что голосование не может состояться под прицелом винтовок. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.